Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Предметы быта и творчества – все, что отражает особенности культуры дух поселений. В Самаре завершается строительство парка дружбы народов. Влюблен по собственному желанию, в России меняются правила внесения данных в паспорта, штампы о регистрации брака и наличии детей уйдут в прошлое. В Токио начались летние Олимпийские игры. Кто представляет Самарскую область и какие шансы есть у наших атлетов? Главный принцип равенства. В Самаре на 97% готов парк дружбы народов. Строительные работы планируют завершить к концу августа. По задумке авторов архитектурный ансамбль из 20 аутентичных национальных домов и подворий будет раскрывать многообразие культур народов Самарского края. Ход работы оценили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Подробности расскажет мэрия Елчан. 20 национальных домов и каждый со своей историей, которая раскрывает культуру народов, проживающих в Самарской области. Основной принцип организации пространства комплекса равенство. Каждая подворье имеет одинаковые размеры и свой выход к озеру. В домах планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества. Все, что отражает особенности культуры и дух поселений. Очень приятно, что молодежь будет смотреть, будет знать, как жили их предки, как жили рядом люди, которые во время Отечественной войны победили такое зло, как фашизм. И это будет для сближения наших народов. Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» готов уже на 97%. Строительные работы проводились с учетом рекомендаций этнографов и архитекторов, а также национальных особенностей. Территорию осмотрели областные и городские власти. Все это согласовано с национальными культурными центром и с учеными, с национальными культурными объединениями. То есть здесь есть на каждый дом дизайн-проект фактически, да? И как это все будет? Хорошо. Завершить строительные работы на большинстве объектов должны к концу августа. На открытие парка планируют приехать представители со всех стран. Аналогов этому комплексу в России нет. Уже сейчас в Самаре готовят экскурсоводов, с которыми работают ученые и этнографы. Мэр Елчан, Василий Кладашов, События. Тем временем в Самаре ограничили движение трамваев на трех участках. На пересечении Авроры и Гаражной, Огибаловой, Красноармейской, а также в двух местах на улице Клинической. Это связано с модернизацией теплотрасс. После завершения всех работ дорожное полотно восстановит. Движение трамваев возобновляется в 5 утра в понедельник. План работ обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. В городе обновляют сети на 52 объектах. Как отметил первый вице-мэр Владимир Василенко, подготовка к зиме идет по графику. Как работали мы, переходили Кирова, как мы переходили в данную ситуацию Аврору, в таком же режиме, все полная готовность, жесткий контроль и переход. Когда мы говорим о 52 объектах, то это действительно накладно, но для этого и работаем, для того, чтобы город подготовить зиму. Больше 130 дополнительных мест для детей разного возраста. На улице Ташкентской продолжается строительство детского сада. Скоро подрядчик закончит внешние работы и приступит к отделке помещений. Возводит дошкольные учреждения в рамках национального проекта «Демография». На месте строительства побывал Михаил Ермоленко. С апреля текущего года на улице Ташкентской кипит работа. На месте бывшего пустыря возводят двухэтажный детский сад на 132 места для дошкольников всех возрастов. Здесь реализуют современную технологию размещения помещений для учащихся. Каждую детскую группу разделят на ячейки по три на каждый этаж. На первом для детей от года до трех лет. На втором для ребят от трех до шести. В этих помещениях будут находиться все необходимые объекты. Раздевалки, игровые комнаты, место для приема пищи, спальни, а также туалеты. Перемещаться между этажами можно будет как по лестнице, так и на лифте, который установят чуть позже. Также для каждой ячейки предусмотрены отдельный вход и выход, что облегчит эвакуацию детей и воспитателей в случае чрезвычайной ситуации. Он в себе воплотил все веяния современные в плане интерьера, экстерьера и требований нормативных документов. Например, на данном объекте уже используются грузоподъемные механизмы для подачи пищи детишкам, которые будут на первом и втором этаже. То есть абсолютно удобство, никаких лестничных маршей, никаких стыкновений потоков. На сегодняшний день рабочий заканчивает возведение несущих конструкций здания. Через некоторое время приступит к отделке. Работает подрядчик с опережением сроков. Мы сейчас ведем инженерные сети параллельно сразу. И монолитку закончили, и сразу же ведем вокруг инженерные сети. Дренажная система, вода, канализация, отопление. Все это надо закончить до неблагоприятной погоды. Почему мы сейчас идем на опережение? Уже к концу года детский сад обещают сдать в эксплуатацию. В районе подрастают его первые постояльцы. Постройка детского садика в этом районе нужна. Вот соседи у меня живут, они говорят, вот сюда будем устраиваться. У них малыш уже подрастает. Возводит детский сад в рамках нацпроекта «Демография». Строительство всех социальных объектов в области на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. В своих выступлениях он не раз подчеркивал, что жилье в регионе должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой. Дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей. Михаил Ермоленко, Григорий Пляшаков. События. Штампы в паспортах обнулили. Сведения о браке и наличие детей, которые заносят в главный документ гражданина, могут стать пережитком прошлого. Теперь эти данные будут вносить в паспорт лишь по желанию его владельца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эксперты полагают, что нововведение как упростит жизнь россиян, так и добавит проблем. О плюсах и минусах расскажем в сюжете. В России изменили правила внесения данных в паспорта. Обязательными будут только отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также об отношении к воинской обязанности. Информацию о ранее выданных документах, удостоверяющих личность и загранпаспортах, вносить не будут. Необязательными также останутся отметки о группе крови, резус-факторе, идентификационном номере налогоплательщика. Но самое главное, что вызвало волну обсуждений в интернете, это отмена штампа о регистрации брака и наличии детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам экспертов, это нововведение – лишь один из шагов в сторону создания электронного реестра граждан. Ведь в будущем бумажные паспорта тоже станут пережитком прошлого, их заменит пластик. На сегодняшний день, пока реестр не запущен, работа с этим, конечно, ведется. И поэтому правительство пришло к правильному выводу, что многие данные в паспорте, они как бы уже и не нужны. Это первый момент. Второй момент – вот эти данные в паспорте про супругу, про детей особенно, ведь их видят даже те, кому их и не нужно видеть. Ну, например, берем мы с вами кредит, какую-то сделку заключаем, все данные о нашем супруге, о наших детях становятся известны другой стороне. Другая сторона их может копить, собирать и, соответственно, продавать. И поэтому возникают такие ситуации, когда нам звонят мошенники и говорят, что ваш сын попал в ДТП, срочно перечислите. Однако есть у этой медали и другая сторона. Отмена штампа о семейном положении добавит хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью. Чтобы проверить покупателя или, наоборот, проверить продавца, нам будет непонятно, замужем, женат он, не женат. И, соответственно, будет ли супруга, которая не участвует в сделке, потом по этому поводу выражать свое недовольство в суде. В скором времени, я думаю, этот момент тоже учтут. Наверняка внесут изменения в правила регистрации недвижимости, где орган власти будет делать автоматом запрос по сторонам сделки и смотреть, супруги там фигурируют или не фигурируют. Могут также возникнуть сложности у родственников, которые, например, захотят попасть в реанимацию, поскольку жену или мужа могут пустить только после официального подтверждения брака. А врачи в больнице вряд ли будут самостоятельно искать такую информацию. Придется всегда иметь при себе заверенную копию свидетельства о браке. А вот тем, кто только планирует создать семью и хочет узнать статус своей второй половины, придется уповать только на взаимную честность, поскольку проверить по паспорту, как раньше, уже не получится. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. В Самарской области продолжается подготовка к единому дню голосования. Как провести все три дня выборов в Государственную Думу и региональный парламент открыто и честно, обсудили на округлом столе в рамках работы штаба независимых наблюдателей. Ольга Хомракулова с подробностями. Как избежать незаконной и скрытой агитации за политические партии и сделать так, чтобы все три дня выборов в Государственную Думу и региональный парламент прошли открыто и честно. Все это на повестке круглого стола старые и новые риски нарушений избирательного законодательства в ходе выборов 2021 года в рамках работы общественного штаба наблюдения за выборами. Не допускать незаконной агитации ни по срокам проведения этой агитации, ни по способам, по методам раздаривания подарков, свыше суммы, предусмотренной законодательством. Наша цель, конечно, разъяснять населению, что не возникает никаких обязанностей за полученный подарок. Коснулся вопрос и административного давления. Никто не может препятствовать политической свободе граждан, а под спорьем для этого выступят избирательные комиссии и суды. Нужно только соблюсти политическую этику, законодательство и запастись доказательной базой. Кроме того, впервые в истории мировой практики онлайн-трансляция процесса выборов продлится в течение всех трех дней голосования. Для этого задействуют более 100 тысяч камер. Это в два с половиной раза больше, чем на предыдущих выборах. Трансляция будет осуществляться на служебном портале. Доступ к нему будут иметь все участники политического процесса. Сама же запись с камер видеонаблюдения будет храниться в течение одного года. Я думаю, что предпринятые меры Центральной избирательной комиссии по введению и в этот раз видеонаблюдения – это положительная мера. Она имеет под собой, прежде всего, предупредительную функцию. И наличие камер дисциплинирует всех участников избирательных отношений. Но самое главное – это профессионально подготовленные наблюдатели. К настоящему моменту штабам обучены свыше пяти тысяч человек, которые будут осуществлять наблюдения на избирательных участках в ходе выборов. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член Общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности правам человека взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский. А также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 15 человек. В том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Профессиональное мастерство и слаженность подразделений в нескольких регионах России продолжаются учения Росгвардии за Слон-2021. Самые масштабные за всю историю ведомства. Они проходят в два этапа. Первый – передислокация комбинированным способом и создание группировок войск. А второй – непосредственная отработка практических действий в условиях смоделированной оперативной обстановки. В Самарской области во время учений бойцы ОМОНа отразили условные нападения вооруженных преступников на КПП. Как справились с задачей, расскажем в сюжете. «Товарищ генерал-майор, личный состав, специальное подразделение полиции, для проведения так и специальных занятий построен. Так, у нас заместитель начальника управления полковицы ОМОНа. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Больно, больно! Налей! Вон! Прямо, шагом! Мать! Всегда на страже. Их девес не меняется уже более двухсот лет. Как не меняется и задача – хранить закон и порядок, защищать страну от внутренних врагов, преступников и террористов. В Самарской области бойцы Росгвардии принимают участие в масштабных учениях «Заслон-2021». Сотрудники ОМОН на транспорте нейтрализовали условного противника, который на автомобиле пытался прорваться через КПП. Офицеры СОБР Омега обезвредили вооруженных бандитов, находящихся в здании. Под прикрытием бронетехники сотрудники Росгвардии взяли штурмом помещения, в которых укрылся противник. При этом часть условных преступников была нейтрализована, один из злоумышленников задержан. Пошел на другую сторону! Приход, снимай! Чистый! Без осмотра, вперед! За ходом занятий специальных подразделений Росгвардии наблюдали руководители правоохранительных органов и силовых структур Самарского региона. Результат учения оценили положительно. При проведении учений нами были смоделированы всевозможные ситуации, связанные с осложнением оперативной обстановки, которые требовали бы вмешательства не только наших специальных подразделений, а сил и средств взаимодействующих структур. Считаю, что цели и задачи показного занятия достигнуты и все задачи выполнены точно и в срок. Оперативно-стратегические учения Росгвардии «Заслон» продлятся до 30 июля и станут подготовкой к масштабным сентябрьским тренировкам «Запад-2021». Светлана Кудрявцева, События. Россия не останавливается на четырех противокоронавирусных вакцинах, которые уже зарегистрировала. Поиск препаратов продолжается, в том числе таких, которые дают более длительную защиту, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вакцинация от COVID-19 проводится во всех регионах России четырьмя препаратами «Спутник Ви», «Эпивак Корона», «Ковивак» и «Спутник Лайт». Всего прививку от короны сделали более 56,5 миллионов жителей страны. Более 34 миллионов человек привились первым компонентом и 22 миллиона двумя. В Самарской области вакцинировали свыше 1 миллиона 200 тысяч жителей. В ряде субъектов страны прививка обязательна. В Самарском регионе по решению главного санитарного врача вакцинироваться необходимо определенным группам населения, которые находятся в зоне риска. Тем временем Минздрав обнародовал список осложнений у переболевших коронавирусной инфекцией. Треть пациентов после лечения пожаловалась на тромбозы. Еще почти у трети переболевших наблюдается одышка. У 13% – кашель. У 12% – боли в груди и тахикардия. При этом Министерство здравоохранения определяет постковидный синдром как стойкие симптомы или отсроченные осложнения спустя 4 недели после выздоровления. Для профилактики синдрома специалисты рекомендуют переболевшим пройти расширенную диспансеризацию. Она стартовала в России 1 июля. Сохранить долгую память и узнать, какой прорыв совершен медиками в этой области. Ко Всемирному дню мозга, который отмечали на этой неделе, наша редакция подготовила ответы на самые важные вопросы о главном органе центральной нервной системы. Как не запутаться в лабиринтах разума, расскажет Ольга Хамракулова. Как прокачать память и сохранить разум на долгие годы? Всемирный день мозга – повод подумать о своем здоровье и уделить ему дополнительное внимание. Во-первых, нужно соблюдать рацион. Продукты с жирными кислотами омега-3, горький шоколад, витамины группы В и старые добрые грецкие орехи входят в топ лучших продуктов для мозга. Также эксперты рекомендуют тренировки. Если вы любите читать стихи, пожалуйста, тренируйтесь, читайте стихи. Они очень позволяют долго сохранять свою активность познавательную. Можно даже запоминать какие-то числа, счет такой нестандартный, назад считать, вперед считать. Такие игры разума и правильное питание помогут уберечь главный орган центральной нервной системы от болезней. В последнее время, несмотря на сохраняющую актуальность церебровоскулярных заболеваний, то есть нарушение кровоснабжения головного мозга, мы сейчас видим, опять же, рост нейродегенеративных заболеваний, то есть тех заболеваний, которые связаны с непосредственным и быстрым атрофическим изменением в коре головного мозга. То есть головной мозг начинает стареть у людей непредсказуемо. Но есть заболевания, от которых не застрахован никто. Одно из них – онкология. Но и в этом случае лечение возможно и нужно. Операции по локализации опухоли головного мозга уже давно перестали быть для медиков онкодиспансера уникальными. За 2020 год проведена 221 нейрохирургическая операция. За 6 месяцев этого года – 119. Кроме хирургической помощи, при борьбе с раком медики используют лучевую терапию. Недавно в Самарском онкологическом диспансере появились еще две современные лучевые установки. Этот метод можно использовать как самостоятельный, так и в сочетании с хирургией или химиотерапией. Да, у нас новое оборудование. Выполнена замена данного оборудования в рамках национального проекта здравоохранения. Лучевая терапия проводится по показаниям, в первую очередь, и по всем рекомендациям онкологов Российской Федерации. Данное оборудование позволяет нам облучать опухоли абсолютно разных размеров с минимальным воздействием на здоровое открадение. Но лучшее лечение – это профилактика. Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются отказ от вредных привычек, здоровый сон и питание, прогулки на свежем воздухе и физические тренировки. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События. На этой неделе мусульмане отметили один из главных праздников ислама – Курбан-Байрам. Это праздник жертвоприношения, который традиционно приходится на время окончания хаджа – ежегодного паломничества к священным местам. В этом году самарцы, как и жители всех стран, кроме Саудовской Аравии, не смогли попасть в Мекку из-за принятых антиковидных мер. Тем не менее, в Самарской соборной мечети состоялся утренний намаз, в каких условиях он проходил в виде Лагульфия Сафина. Второй год подряд из-за пандемии хадж, традиционное паломничество мусульман к святым местам, проходит без участия иностранцев. Но праздник Курбан-Байрам, который каждый год отмечают по окончании хаджа, все так же свято чтится в каждом уголке мира. С первыми лучами солнца в Самарской соборной мечети прошла праздничная проповедь и коллективная молитва намаз. В исламе всего два праздника. Это самый главный праздник. Посыл какой? Вы знаете, я как сказал, праздник очень многогранен. Здесь и щедрость, здесь и милосердие, здесь и сострадание, здесь и добрососедство. Знаете, вот веротерпимость основной, что может быть сейчас многоконфессионально в нашем обществе. Здесь и такой посыл. Но и то, что мы не что-то другое от братьев-христиан, для которых и ветка завет считается частью священного писания. Заклание барашка во имя Аллаха и чистой веры. История праздника Курбан-Байрам, он же Ид-Аль-Адха, берет начало в Ветхом Завете. Это сюжет жертвоприношения Авраама в Коране Ибрахима. Пророку приснился сон, Господь потребовал душу старшего сына. Испытание на силу веры Ибрахим прошел, и в самый последний момент Аллах заменил сына на барашка. Это и был первый Курбан, то есть жертвоприношение. Курбан-Байрам, праздники даже жертвоприношения, стараюсь уже каждый год приносить в жертву барашку ради своей семьи. Собираются все родные, близкие. При жертвоприношении барашка раздаешь малоимущим, родным это мясо. Всегда к этому люди готовятся. В том числе я готовился, читал Коран, делал молитву своим родным, детям, ну и всему стране, и всему миру, человечеству. Алхамдер, апрелями, что я дожился до этого дня, и в сегодняшней мечети я совершил намаз. Намаз в стенах мечети проходил в условиях ограниченного входа. По рекомендациям регионального Роспотребнадзора не более ста человек. Вход строго в масках. Напомним, Курбан-Байрам отмечается в течение трех дней. В это время верующие мусульмане закланивают барашка, угощают мясом и другими яствами нуждающихся, родных и близких, раздают милостыню садака и поминают усопших, отдавая все плоды благодеяний Всевышнему Аллаху. Ульфия Сафина, Константин Головин. События. В Токио начались летние Олимпийские игры. Впервые они проходят в нечетный год. Их перенесли из-за пандемии. По решению спортивного арбитражного суда российские спортсмены на Олимпиаде будут выступать без государственной символики. Вместо флага – эмблема Олимпийского комитета России. Вместо гимна – первый концерт Чайковского для фортепиана. По разным оценкам экспертов, россиянам прогнозируют около 70 медалей разного достоинства. Есть надежда, что свой вклад в копилку сборной внесут и самарские атлеты. 63-й регион в Японии будут представлять 13 спортсменов и один тренер. Кто именно, расскажет Андрей Горгуленко. Самое большое представительство у самарцев фехтование. Сразу четыре атлета – Виолетта Храпина, Павел Сухов, Кирилл и Антон Бородачевы. Виолетта и Павел будут выступать в соревнованиях на шпаге и первыми начнут сражения за медали – 24 и 25 июля в личном разряде. 27 и 30 июля, соответственно, в командном. Братья Бородачевы будут фехтовать на рапирах. Их личный турнир пройдет 26 июля. А 1 августа мужчины вместе будут защищать честь российской команды. А самым первым у самарцев свои квалификационные выступления в Токио начнет Александр Визовкин. Свои притязания на олимпийскую медаль показал Александр Лифанов на недавнем чемпионате мира по современному пятиборью в Каире. Из Египта самарец вернулся сразу с двумя медалями. Вместе с Максимом Кузнецовым он стал чемпионом в эстафете, а в личном разряде завоевал серебро, уступив лишь венгру Адаму Мароши. Первые квалификационные соревнования по современному пятиборью у мужчин в Токио пройдут 5 августа, а седьмого состоится финальный раунд. Мы очень надеемся на Сашу Лифанову в современном пятиборье, потому что это сильнейший, это лидер сборной команды на сегодняшний момент и один из сильнейших спортсменов в мире, поэтому мы тоже за него переживаем. Самую уникальную олимпийскую медаль может завоевать Анна Чернышева. Шансы на медаль высокие, недавно она стала чемпионом Европы. Основные бои Анны в категории до 55 килограммов состоятся 5 августа. Впервые в программу Олимпиады включили дисциплину BMX Freestyle. У самарской спортсменки Екатерины Кругловой есть шанс вписать свое имя в историю. Чемпион России начнет выступление в Токио 31 июля. Анастасия Лагина и Ольга Фомина постараются помочь гандбольной сборной России повторить успех предыдущих Олимпийских игр в Рио. Тогда женская команда выиграла золотую медаль. Руководить ими будет наставник Тольятинской лады Алексей Алексеев. Еще четыре игрока клуба входят в расширенный состав и могут быть вызваны на Олимпиаду до старта или в ходе соревнований. На групповом этапе России предстоят матчи против Испании, Венгрии, Швеции, Бразилии и Франции. Мы знаем, каким феерическим было выступление гандболисток на прошлой Олимпиаде. Очень надеемся на то, что наши девочки нас не подведут и в этот раз. Чемпионка Европы подзюдо Дарья Межецкая будет представлять российских олимпийцев в категории до 57 килограммов. На татаме член Самарского клуба ЦСКА выйдет в понедельник, 26 июля, а затем 31 числа Дарья поможет российской сборной в командных соревнованиях. Всего один день, чтобы себя проявить, будет у Андрея Юдина. Соревнования по прыжкам на батуте пройдут 31 июля. Самое сложное предолимпийское время выдалось у пловца Александра Кудашева. Страну он будет представлять в плавании на 200 метров стилем батерфляй. Желаем удачи нашей сборной и самарским спортсменам на Олимпиаде в Токио. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok